Сегодня от Алла Ватурган Сурак министерства электронного вакулаванда в Олгандахтан скаша он екеншелден координацией, жанна бейлгы Алла Ванбезен жоспарларамызды баянды переговору сатеттеніздер. Всего на контроле органов госсоцендепидназора министерства здравоохранения находится 229 загородных детских лагерей, из них в 2012 году не функционировало 8. При постоянном мониторинге деятельности этих лагерей министерством особое внимание обращается к двум проблемам. Это первая проблема водоснабжения, о котором сказал Бахчан Турсунж. Но при этом хотелось бы дополнить, что наибольшее количество лагерей, которые пользуются привозной водой, находятся в Западно-Казахстанской области, это 62,5%, и в Кустанайской области 37%. К централизованной системе водоотведения подключены 30 или 13,9, местным септиком обеспечены 187 или 86,1 объектов оздоровительного отдыха в летний период. Во всех оздоровительных лагерях было организовано медицинское обслуживание, укомплектован штат медицинским персоналом и проведено оснащение необходимым оборудованием и медицинскими медикаментами. Второй важным вопросом является организация питания школьников в этот период. Проводится постоянный мониторинг и выявляются факты несоответствия качества питания над действующим нормативом. По всем вышеуказанным фактам проводятся приняты административные меры. Так, в 2012 году наложено всего 239 штрафов, вынесено постановление о приостановлении 7 лагерей. В следующих областях это в Акмолинской области 4, в Актюбинской 1, в Казлардинской области, в Павлодарской 2. В настоящее время поданы заявки всех детских, дошедо-школьных оздоровительных лагерей на летний период. Эти заявки рассматриваются. Кроме того, при анализе выявлены исследовательные ситуации, что на сегодняшний день в 19 загородных оздоровительных лагерях требуется проведение капитального ремонта. Это 2 в Акмолинской области, 3 в Алматинской области, 3 в Восточно-Казахстанской области, 3 в Жамбульской области, 3 в Казлардинской области и 3 в Южно-Казахстанской области, в Североказахстанской и Карагандинской областях по одному лагерю. Органами госсанепидемнадзора выданы санитарные предписания, что и при невыполнении предписаний в части проведения капитального ремонта данным оздоровительным организациям не будут выдаваться санитарно-эпидемиологические заключения на функционирование в 2013 году. Кроме того, имеется проблема поздних проведений тендеров, особенно в майские дни, и, получается, сроки введения в эксплуатацию этих лагерей затягиваются. И особо хотелось бы отметить сегодня, уважаемые члены правительства, что за летний оздоровительный сезон 2012 года массовых инфекционных заболеваний и случаев пищевых отравлений на всех объектах страны не зарегистрировано. На прошлой неделе проведён большой селектор совместно с Министерством образования и науки с участием регионов. Поставлены аналогичные задачи на этот год. Я думаю, что в этом году есть все возможности достичь тех же результатов. Доклад завершён.